Ну, если житейски сказать кому-нибудь слово «бактерия» или «микроорганизм», в первую очередь, что возникает у человека, это что-то плохое, и что это приносит нам какое-то заболевание, инфекцию и так далее. На самом деле, среди всех микроорганизмов количество патогенных микробов, то есть это те микроорганизмы, которые вредны человеку, которые вызывают у него заболевание, условно так, она ничтожно мала. Если мы говорим про человека, про тех микробов, которые внутри кишечника, на коже, то обитает огромное количество микробов, и в последнее время все больше и больше открывается новых знаний о том, какую же роль играют эти микроорганизмы в нашем здоровье. Вплоть до того, что они могут влиять на наше поведение, они синтезируют огромное количество витаминов, разных полезных веществ, аминокислот и так далее. То есть, в общем, это наша такая, ну, в некоторой степени, можно сказать, но несколько преувеличивая, что это отдельный орган, который для нас необходим. Если в нас попадает какой-то враждебный микроорганизм, патогенный, да, который вызывает у нас какое-то заболевание, то, применяя антибиотики, а антибиотик, он не выбирает, что он действует только на плохой микроб, он действует негативно на все микробы, то есть такое, знаете, ковровое бомбометание. И поэтому, когда мы даже не выясняем, что за причина заболевания, опять же, она может быть связана с вирусом, мы, применяя антибиотики, начинаем тотально убивать все наши микроорганизмы. И таким образом влиять на наше здоровье. То есть мы убиваем тех микробов, которые нам полезны.